Я вчера читал, что уже был какой-то священник, который выразился, что этот ураган является как бы за грехи Обамы и Ромни. Когда говорят, что когда происходит катастрофа, есть много всяких религиозных радикалов, которые говорят, что все это следует нам за грехи. То есть, если мы тоже будем говорить, что но-но, за то, что вы сказали это, это как наказание Творца, так же мы говорим? В принципе, он прав. Есть путь Торы и путь страданий. Если не так, то сяк. Любую вещь, которую человек чувствует в этом мире, которая ему на добро или на зло, это часть высшего управления. Ты не можешь сказать, что это отрезан от высшего мира и это к нему не относится? Относится? Представь себе, что те самые гвурот, которые раскрываются, если бы это были те же гвурот, но облаченные в Хасадим, какое продвижение было бы в мире, если бы эта сила раскрылась сейчас? Какая сила, какую мощь приняла бы сила отдача, если бы она вобрала в себя вот эти вот внутренние гвурот, которые сейчас раскрылись в виде урагана? Ты знаешь, как бы мир продвинулся к исправлению разницы между людьми, к единству, к интегральному воспитанию. Но смотри, что происходит. Это происходит в противоположной форме, это происходит как результат. Это не наказание, нет наказания. Когда мы говорим награды и наказания, нет людей, простите, нет наказаний. Это то, что ты не исправил. Когда ты не исправляешь то, что в соответствии со временем ты должен исправить, и вместо того, чтобы поднять тебя на высшую ступень, если бы ты в этом преуспел, та самая высшая ступень, на которой ты должен быть, сейчас она проявляется в тебе в противоположном виде, в виде удара. Это то самое выражение, то самое выражение вместо положительного отрицательное, но ты это вызвал. Ты перевел это с пути Торы на путь страданий. Триггер отсюда туда, он у тебя в руке. Поэтому невозможно сказать, что он не прав, но не в виде наказания, как они говорят в религиях. Это не наказание за что-то. Нет. Ты можешь сказать, да, это расчет, но это я его вызвал своими руками. Это не то, что Творец решил мне дать такое-то наказание. Это закон. Если я не действовал в соответствии с теми решениями, которые раскрылись во мне, не реализовал их правильно, я, как говорят, что каждый грошек собирается в большой счет. Я получаю штраф. Мне его предъявляют. Теперь что я должен делать с этим штрафом? Сейчас меня предупреждают и говорят, ты это воспримешь правильно или неправильно. Написано об этом очень интересным образом. Наказания размягчают тело. Слава Богу, я получил наказание, я принял его, слава Богу. Это пришло ко мне. Он дал мне несколько ударов. Теперь я более чистый. Сколько я там страдал, теперь я становлюсь более тонким. Это ложь. Это полная ложь. Это ошибка, равной которой нет. То, что я сейчас получил, я это вызвал своими руками, поскольку я не реализовал правильно Решимот. Что, собственно, сейчас раскрывается? Раскрывается мне возможность, то, что я не понимал с помощью маленьких Решимот, которые раскрывались одно на другое. Там, где я не понимал, как правильно себя вести, и поэтому я игрался. У меня находился в разных настроениях. Мое злое начало путало меня. Сейчас, когда пришел удар, теперь, слава Богу, я нахожусь в особом состоянии, когда у меня есть возможность, есть шанс правильно подумать. То есть этот удар пришел для того, чтобы помочь мне, как ты даешь удар ребенку. Проснись. Невозможно так больше. Ты вредишь сам себе, если ты дальше будешь так продолжать. И этот удар, это лекарство, если ты так думаешь о ребенке, что ты с помощью этого предотвращаешь какую-то катастрофу. То же самое здесь. Если мы примем этот ураган, с одной стороны, как предостережение, с другой стороны, как место, где можно провести правильный расчет, так замечательно, тогда скажи спасибо. Я не мог... То, что происходило до сих пор, должно было произойти. И были, мы могли, не могли, мы не делаем расчетов с прошлым. Спереди и сзади объемлишь ты меня. Начиная с этого момента и далее. Сейчас раскрылся удар. И сейчас из этого удара я должен произвести расчет. Что, тогда в чем правильный расчет? Каким образом мы можем те самые желания, те самые гвурот, неисправленные, каким образом мы сейчас можем их исправить? И смотри, где... Когда это происходит? За неделю до выборов. Сейчас посмотрим, что происходит на выборах.